Добро пожаловать к представителю Российской Федерации. Жаль, что в докладе в очередной раз не указывается на ответственность за это Соединенных Штатов Америки. Не только с учетом односторонних санкций, но и продолжающейся оккупации северо-востока страны. Население, включая детей, голодает. Приостанавливается работа социальных, в том числе медицинских учреждений. Нехватка топлива сказывается и на работе водонапорных и электростанций. Под ударом сирийские аграрии. Что касается западных санкций, то на них жалуются и гуманитарщики, пытающиеся работать в Сирии. Об их трудностях мы не раз говорили. Это и препятствия в финансовых операциях, и в логистике, и неработающие гуманитарные изъятия. Заявления Вашингтона, а также ряда других столиц о том, что односторонние санкции – это якобы соблюдение их международных обязательств, а также утверждения об их адресном и выберенном характере – не только звучат фальшиво и неубедительно, но и демонстрируют бесчеловечность отношения к мирному населению Сирии. Деградирующая гуманитарная ситуация продолжает усугубляться трагическими происшествиями, подрывающими безопасность. В этом контексте стоит особняком, упомянутая Мартином Гриффитсом, серия авиаударов израильской авиации 10 июня по пригороду Дамаска, в результате чего была повреждена взлетно-посадочная полоса и здание Международного аэропорта сирийской столицы, который пришлось закрыть. Как следствие, были приостановлены авиарейсы через столицу, в том числе полеты ООНовской авиаслужбы, ключевой гуманитарной артерии, от функционирования которой зависит жизни более 2 миллионов человек. Подобные действия неприемлемы, они несут серьезные последствия для граждан Сирии и чреваты рисками эскалации для всего региона. Удивлены отсутствием реакции на это со стороны тех, кто так радеет за гум-поставки в Сирию. Очевидно, что для наших западных коллег сирийцы, получатели гум-помощи на правительственной территории и вне контроля сирийских властей, это две разные категории людей. На этом фоне мы обратили внимание на информацию о том, что США нашли возможность снабжения подшефных боевиков Магавира-Саура в лагере Рукбан. Если это правда, то на фоне антисирийских санкций подобная схема выглядит кощунством. Проявлять же подобную заботу по отношению к международно признанным террористам из Геет Тахрира-Сшам нашим американским коллегам значительно легче. Эксперты мониторинговой группы Санкционного комитета Совета безопасности ООН 1267-1989-2253 уже не первый год подтверждают тот факт, что одним из основных источников доходов ХТШ является обогащение за счет поступающей в Анклав гуманитарной помощи. Получается, что для подпитки своих боевиков Вашингтону всего лишь нужно добиваться продления ТГМ. Отмечаем также, что в последнее время в американских политических кругах вновь оживились дискуссии в пользу обеления этих террористов. Кроме того, по поступающей информации, в Идлибе все чаще стало всплывать западное вооружение, продаваемое коррумпированными украинскими чиновниками. Одним словом, идлибским террористам во всех отношениях, что называется, грех жаловаться. Разогретый черный рынок вооружений стал настоящей сокровищницей не только для них, но и для радикальных исламистов на всем Ближнем Востоке. Господин председатель, сегодня многие предсказуемо говорили о необходимости продления ТГМ в июле. Мы также услышали, что на сирийском гуманитарном треке многое не получается по независимым от ООН причинам. Честно признаться, тезис весьма спорный. Сложно не сделать вывод о наличии двойных стандартов применительно к регулированию в Сирии. Пример – недавнее коллективное обращение к Совету со стороны высокопоставленных ООНовцев, которое в основном посвящено проблеме ТГМ. Сожалеем, что подобных порывов мы почти не наблюдаем по другим сирийским делам, в том числе применительно к деятельности по раннему восстановлению кросс-лайн по ставкам гум-помощи. Результаты работы ООН на этом направлении, честно говоря, удручают. Особенно разочаровывает, что за год состоялось всего пять кросс-лайн-конвоев. Разве это имелось в виду, когда мы год назад принимали резолюцию 2585? Господин председатель, мы абсолютно убеждены, что организация гуманитарных поставок в координации с Дамаском возможна во все районы Сирии, чему правительство страны всячески способствует. Это стало очевидным после закрытия КПП Ярубия на границе с Ираком. По такой же модели может возрасти снабжение северо-запада Сирии через линии соприкосновения после закрытия КПП Баб-эль-Хава. Не отрицаем, что усилия ООН блокируются маргинальными террористическими элементами, что подрывает доверие к гуманитарщикам в целом. Получается, что хвост крутит собакой. И наших западных коллег такая ситуация, похоже, устраивает. Чтобы доказать обратное, у вас был целый год. Особого рвения, сопоставимого, скажем, с заботой об Идлибских и других террористах, мы, честно говоря, так и не увидели. Параллельно с этим, по инициативе некоторых коллег, продолжается политизация диалога по гумсодействию Сирии. Вследствие из этого – неспособность Совета принимать, пусть и скромные, но оттого не менее важные документы, которые помогли бы заранее сформировать необходимую основу для конструктивной дискуссии по ТГМ. Весь этот крайне неблагоприятный контекст мы просто не можем не учитывать. В заключении хотели бы также попросить руководству КГВ предоставить более развернутую информацию о так называемом комплексном плане действий по переселению жителей северо-запада Сирии в наиболее благоприятные жилищные условия. Какие конкретно районы затрагивает эта программа и каков прогресс с ее финансированием? Заинтересованы также в более подробной информации от УКГВ о тех проектах в области раннего восстановления, которые уже были профинансированы донорами. Исходим из того, что такого рода усилия важно наращивать и на подконтрольной правительству территории, чтобы у возвращающихся в Сирию беженцев была крыша головой. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...